Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Очень нужен совет, сыну 9 в половины года. Сегодня на предложение обняться перед сном, мы обычно обнимаем, сказал, вот будет мне завтра тебя подарок, тогда обниму. Я опечила, расстроилась, прочитала мини-лекцию о том, что ценить нужно не только за подарки и покупки. Вроде понял, но после такого желание дарить подарок просто оправило, неприятно очень, как стоит поступить. Не дарить вообще пока что, отдать после инга, так как тут он щипцами тянет, ультиматумы ставит и так далее. Подскажите. Уважаемый автор, во-первых, психологи не дают совет, да, это нарушение профессиональной этики, это первое. Второе. Ребенок ваш поступил так, как вы описываете, не просто так. Вот. Ребенок поступил подобным образом, скорее всего, потому, что в какой-то момент ситуация стала такой, что объятия стали больше нужны вам, а не ему. И вы, ну вот с ним обнимаетесь. Не из, как бы, любви к нему, да, вот, но из потребностей. То есть ребенок чувствует, что вам это объятие нужнее. Ребенок чувствует, что вы, вот, как бы, ну, вы в этих объятиях, вот, нуждаетесь больше, чем он. И, соответственно, он не чувствует в этом любви. И, соответственно, бывают случаи, когда человек, ну, на мой взгляд, обниматься может, в принципе, и не хотеть. То есть, вот, такая же, такая ситуация тоже вполне может быть. Понимаете? То есть ситуация может быть нормальной, что ему просто не хочется вас обнимать. И все. Вот. Но, наверное, наверное, вы не спрашиваете его, хочешь ли ты обняться. И, наверное, вы не всегда задаете себе такой вопрос. А вот прямо сейчас, прямо сейчас, я для чего обнимаюсь? Вот прямо сейчас. И что я вкладываю в это объятие, понимаете? И, на мой взгляд, судя по тому, что вам подарок дарить не захотелось после того, что сказал ребенок, ребенок. И, судя по тому, что вы расстроились, я бы сказал же, что вы тоже придаете значение подарку примерно такой же, как и ваш ребенок. То есть, не из любви, понимаете? Из чего-то другого. Поэтому я бы рекомендовал вам на это обратить свое внимание. Из какого чувства вы обнимаетесь своего ребенка? Разрешаете ли вы ему вам отказать? И это очень важно. Когда искренний порыв, обнять человека, который дорог, превращается в, по факту, в ритуал, по факту, просто в ритуал, вот. На мой взгляд, это, ну, в общем-то, недопустимо, вот. Совершенно, на мой взгляд, на мой взгляд, это абсолютно недопустимо. В контексте взаимодействия с вашим сыном. Ну, и, конечно, чтение аннобаций в данном случае является скорее движением от, ну, достижения результата, чем к этому, на мой взгляд, очевидным. Ну, я надеюсь, по крайней мере, что для вас это очевидно. Я бы заметил еще, какие чувства, кроме того, что вы расстроились, у вас возникли. Ведь там какое-то важное переживание сокрыто. Вам ребенок не всегда сможет давать то, что вы хотите, а получать это и проживать важно. Поэтому, мне кажется, что вам следует больше уделять внимание своей психологической жизни. Обращайтесь, нужно разбираться, нужно, как бы, смотреть, да, вам нужно лучше себя понимать, чувствовать и учиться, учиться не лекциями, но более конструктивными моделями поведения, взаимодействовать с людьми, которые вам дороги. На этом все. Надеюсь, что это было вам полезно и интересно. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.